Доброе утро всем! Утро у нас начинается с смотрения погоды. Сейчас и вам покажу ее. 21 градус, говорят. Ой, окна чистые, ну прям я вообще офигеваю. Окошко чистые такие. Ай, пасмурно. И как-то прохладно. Вроде бы 21 градус, знаете. А дому вроде бы 20, но на улице намного холоднее. Шкаф, как всегда, открыть. И потом иду. Поросеночка, Чучу, который из поросеночка, смотрите. Это вот, за ночь у нас такая свината. И тут, и там, и везде. За день у нас вот такой вот свинарник. Сейчас я его повешу на улицу. И быстренько пропылесосю все. Вот так. Все, можешь петь чуть. Да, пой, пой. Пой, а кто тебе не дает? Пой на здоровье. Так, и в жизни жертвы ему надо насыпать, что-то маловато. В общем, все как обычно. И пойду завтракать и прогуляюсь с Чарли до нашего пятачка. Так вот кремом надо умылось, а кремом не намазалась. И кожа вот так вся. Потом буду сальмон солить, рыбку солить. И что-то у меня еще сегодня планы были. Как всегда, тазик мой. Он никуда не уходит. Вернее, он уходит на крышу. Опять спускается с бельем. И опять. Ну все, у меня все, все перестирано. На карантине, в принципе, много достирать и не стирается. Ну вот как-то было стирочка. Так, ладно, буду пылесосить. Пылесос у меня вот так спрятан. Я вчера же, когда вешала обе шторки, мыла окна. Сначала пылесосила, потом... Ну вообще, наверное, как у всех. Потом полы мыла, потом все дела. И вот его тут запрятала. В общем, быстренько. Чтобы это не тащилось все по всей квартире. Там у нас морюшко. Я тут позаниматься вышла. Сейчас попридже, попридцем. Сейчас такое время, весна, что у всех многих аллергия есть. У мужа он аллергик. Его вообще вся семья аллергики. Поэтому приходится часто ходить сейчас в аптеки. Так, как я уже говорила, мы договорились, что в аптеки покупать, с Чарли гулять. Выхожу я. Потому что я... Мне нужно что-то... Я не могу в закрытом помещении долго находиться. А ему по барабану он с телеком там. А вообще, знаете, хотела вам рассказать, если батарейка не сядет. Вот. Что я недавно... Когда недавно... Ну вот буквально, когда в Китае все закончилось. И начались всякие фейсбуки выходить, про них там новости, все такое. И все смеялись над тем, что после карантина у ЗАГСов возникли очереди. Потому что все люди кинулись разводиться. Так как семьи сидели вместе, да. Там сколько у них? 60 дней, по-моему, длился карантин. То, представляете, замкнутые помещения муж и жена. Это же очень сложно. А если еще и дети есть, то это вообще труба. И вы знаете, я очень посмеялась. Потому что в первые дни карантина мы действительно очень сильно ругались. Потому что, во-первых, муж не знал, куда себя деть. Я-то привыкшая к работе домашней. А он не знал, куда себя деть. Начинал что-то делать. А, естественно, на кухне что-то там начал готовить. Я говорю, это моя территория, уйди отсюда. Тебя здесь нечего делать. Он, пожалуй, схватился за пылесос. В общем, ходил как непрекаянная душа. Не знаю, что ему делать, чем ему заняться. То есть он постоянно где-то был там на улице. А дома-то всегда была я. И мы начинали ругаться. Я с подружками даже смеялась и говорю, первое, что мы сделаем после карантина, это пойдем разводиться. И тут я лежу в Чине то же самое, в Китае. И меня смех разобрал. Я думала, что это я одна такая. Ну, сейчас у нас как бы быт наладился. Я говорю, начинаем привыкать. И, в общем, у нас все уже нормально. Уже он знает свое место, я знаю свое место. И уже, представляете, вообще не ругаемся. Наверное, первые 3-4 дня, как кошка с собакой. Потому что, знаете, везде лес. Куда, говорит, не просит. На кухне вообще. Я говорю, хочешь что-то делать? Мой посуду. Вот он каждый день моет посуду. Расскажите, у вас так же? Кто на карантине, как у вас с семьями, с детьми, я вообще не понимаю. С маленькими, если квартира маленькая, там, наверное, можно вообще повеситься. И с мужем так же. Мне кажется, все-таки 24 часа в сутки с мужем. Это очень тяжело психологически. И хотя у нас как? Он смотрит телевизор, я в интернете лазаю. Ну, у него есть тоже таблет, он там тоже мне лазит. И поэтому кое-что. Вот вчера вообще у меня был день занятый, и мне некогда было, ничего. Вот поэтому вот так вот у нас как-то. Мне смешно стало про китайцев, потому что я себя увидела. Ой, смех и грех. Сейчас буду позанимаясь немного и пойду готовить еду. Хотя там у нас почти все есть. Осталась вчерашнего рыба. Все дела. Смотрите, какая у нас, видите, погода. Прям там вообще чернота какая. Ужас. Это центр города, где все магазины. Вот аптека вот открыта, единственная. Так вот. Такая пустота. Я опять в аптеку иду, друзья, вы не поверите. То мне нужны таблетки были, то мужу. Я говорю, а ты не мог мне сказать, когда я ходила? Он говорит, я не знал, что у меня их нету. Вот так вот. Кстати, табак у нас тоже открыт. Товарищи курильщики могут курить. Смотрите. Я много раз вам снимала эти улицы. Они были заполнены всегда. А сейчас просто все пусто. На некоторых ветеринах вообще висят, что в скидке. Еще которые новогодние. У кого-то тоже канарейка поет. Так что вот так. Я не наряжаюсь, ничего. Прямо вот спортивные кроссовки одела. Штаны спортивные. И пошла. А еще у нас дождик идет, друзья. Не поверите. Но идет дождь. У меня все очки в дожди. Откуда? Непонятно. У меня сегодня в меню. У меня спагетти. У мужа картошка жареная. Вы знаете, дня назад какой-то подписался. Не подписался. Может быть. Не знаю. Какой-то Мартин с Францией. Мне написал сообщение там, где ты живешь. Ну я как всем нормальным людям, которые мне иногда пишут там в директах. Я ему ответила. В Испании. Два дня молчал. А сегодня он просто задолбал. Пишет сообщение. Даже не прочитал. Не прочитала какое. И знаете, шлет вот эти вопросительные знаки. Типа, я тут, ответь мне. Все утро. Потом он мне начал звонить по видеочату. Дурак какой-то. Во-первых, у него ни фотографии нету. Почему у него? Потому что он представился. Я Мартин. Не фотографии. Медведь какой-то на фотографии. На аватарке. А я что, с медведями буду что ли разговаривать? Или как? В общем, я его заблокировала. Заблокировала. Наш пятачок. Сегодня ровно две недели, как мы сидим на карантине. Вы знаете, они очень быстро прошли. И как бы я думала, что будет намного сложнее. Но я все дела уже переделала. Поэтому что делать будут остальные две недели. А может быть и больше. Я просто не представляю. Опять перемывать шторки, перемывать окна или что. Хотя дождик вон переобещают. На следующей неделе тоже чуть ли не каждый день будет дождик. Поэтому не знаю. Люди все мусор выбрасывают. Ходят. Думала, на улице никого не будет. Они все мусор выбрасывают. Сегодня надо искупаться. Я уже обросла. Так вообще. Нахматая какая-то стала. Непонятная. Мусор выбросила заодно. Сейчас знаете, на улицу как выходим. По 150 дел делаем. То есть выбрасываю мусор. Гуляю с Чарли. Иду в аптеку. Гуляю с Чарли. Везде все надо. Как говорится. Двух зайцев убить. А просто так уже не выходишь. Я не знаю, какое у меня ощущение будет, когда я скажу, что карантин закончен. С какой душой я выйду на улицу. И пойду гулять с Чарли. Поверю. Я не знаю, как это будет. Такое желание у меня просто нереальное. Я никогда в жизни не думала, что кто-то может мне запретить. Кто-то что-то. Это не важно. Потому что нам не запретил кто-то правительство или еще что-то. Я сама своей головой понимаю, что нельзя ездить ни на какой пляж. Поэтому я даже в мыслях себе не представляла, что это будет невозможно. Ну как такое можно было себе представить? А представляете, все в жизни возможно. Поэтому если мне завтра скажут, что на улице ходят зомби, я уже не буду отрицать это. Типа, да вы что, да ладно. А я уже, знаете, задумываюсь. Фиг его знает. Да, Чарли не любит стоять на месте, поэтому надо с ним ходить. Соседи играют в лото. Весь дом играет в лото. Прикольно. Вот так вот и развлекаются. Смотрите, здесь. У нас проехала опять машина и все продезинфицировала. Каждый день вечером ездят машины, где дезинфицируют улицы. Не только улицы, вот так прям льют по домам, по машинам. Им прям по барабану. Они вот так вот льют, льют, льют. Им вообще наплевать. Видите, все улицы, машины, стены, дома. Все, все прям вот так каждый день обрабатывают. Ну, как второй день, по-моему, сколько я вижу. Завариваю себе чай и думаю, откуда здесь столько жидкости. Вам не видно, но тут все. А, моя любимая чашка. В общем, ей трындец пришел. Смотрите, какая трещина. В общем, да. Весь мой чай почти уплыл. Это грязная сковородка мыть надо. Моя чашечка. Ничего на свете лучше нету, чем бродить. Что-то у меня сегодня настроение какое-то. Состояние, нестояние. Неохотно ничего делать. Вчера, наверное, наделалось. А вот куда? А, это, наверное... А, нет. А вот куда ее выбрасывать, эту чашку? Это же не стекло. Куда ее можно выбросить? Даже не знаю. В мусорку обычную, наверное, да? Так вот ничем не делаю. Чай мой уплыл весь. Зеленый. Сейчас пойду с Чарли, наверное, на пятачке прогуляюсь немножечко. А, и сальмон мне надо солить. Надо его разделывать. На завтра будет супчик рыбный. Да. На голове непонятно что. В общем, значит, так у нас здесь. Вот такая из меркодонной соль. Даже это не соль. Это такая уже приготовленная смесь для засолки лосося. Вот. Она такая с дымком. В общем, пахнет вкусно. Вкусно пахнет. С сахаром все дела. Но для меня она очень сладкая, я говорила. Поэтому я насыпала три части обычной соли. И вот третью часть вот этой соли. Теперь укроп тоже сюда покрошила. Сейчас все это дружненько перемешаем. Хорошенечко. Я раньше искала всякие там, знаете, рецепты, как солить этот лосось. Но потом вот нашла вот эту соль. Она просто шикарная. Мне очень нравится. И теперь мне вот сейчас разделаю лосось. Смотрите, какой он шикарный. И буду солить. Теперь кладу кожей сюда прям. Засыпаю все хорошенечко с солью. И сверху накрываю. И тоже засыпаю солью. Чтобы все было в соли. Прямо чтобы все-все в соль. И на сутки отправляется все это в холодильник. На сутки. Ровно на сутки. А из вот этого и головы завтра сварю суп. Даже может быть сейчас бульон сварю. А завтра тогда запкину пшеном. И будет вкуснятина. На завтра все-таки поставила бульон отварить. А вот. Там голова. Вот хребет вот этот. Морковка, перчик, лук. Все это сварится у меня. Завтра процежу. Добавлю пшена. Люблю суп рыбный. С пшенкой. Типа уха. Картошечки, пшено. И муж, кстати, тоже любит этот суп. Представляете. А вообще они тут даже не знают, что такое пшено. Хотя оно продается. Уже, как говорится, кругозор их расширяется. Вот. И. Ну, я, например, сестру спрашивала. Типа, ты знаешь, что такое пшено? Она такая, что это такое? Вот так вот. Не знают. Сейчас пойду банный день себе устрою. Пора уже. Там всякие. Не знаю, может быть, брови покрасить. Или фиг его знает. И послушать по новостям. Че почем и как. Что там у нас с вирусом? Растет. Еще, кстати, не знают, когда будет уже. Как это называется? Пику. На возвышенности, что ли. В общем, кривая. Растет, растет, растет. Потом идет убавляться. Когда у нас верх этой кривой будет. Говорят, на следующей неделе. Вот уже прям вот на днях, на днях, на днях. И потом будет избавляться. Хотя Андалусия, это южная часть Испании, где мы живем, уже идет к тому, что вот у нас уменьшаются зараженные, увеличивается количество выздоровевших, мертвых уменьшается. В общем, мы идем, мы стоим, как говорится, на правильном пути. Дай бог. Ужесточаются. Ой, как бы это сказать-то, блин. Знаете, когда слушаешь по-испанскому, слушай, слушай же, в голове откладываются только испанские слова. И потом их перевести на русский. Это труба, потому что ни одного слова я ни хрена не помню. Кстати, знаете, я вот много раз говорю, читай книги, и сразу у тебя все, ты станешь умнее, ты станешь образованнее. На это у меня есть свое мнение. Почему? Потому что я очень люблю читать. Я читаю книги, я вот две уже прочитала, вот за эту неделю. Так вот, мы книги читаем, вот так ни слова, слово, слово. Я книгу читаю очень быстро. Она у меня даже просто, даже знаете, как я ее читаю? Я смотрю на абзац, и он у меня же остается в голове. То есть я не читаю слово-слово, а вот прям предложениями, как бы так. Вы, наверное, тоже все так читаете. Если мне вот вслух читать, очень сложно, потому что для меня это очень медленно. Я даже вот не слово-слово, там, я пошел в лес. А я сразу предложение поняла, прочитала, даже не прочитала, а мой мозг его увидел, и он понял, о чем идет речь. Поэтому умнее я никогда не стану читая, потому что сколько бы я ни читала, эти слова, это то же самое, что смотреть для меня фильм. Я посмотрела фильм, услышала, в мозгу все эти слова умные, заумные у меня есть, они отложены, они услышаны, запомнены, но они так далеко, что наш мозг лучше скажет простыми словами, чем какими-то там такими вот суперсложными. В общем, вы меня поняли, да, что чтение это не нужно читать выразительно, слово к слову, тогда, может быть, что-то отложится, какие-то заумные слова. А нахрен мне нужны эти заумные слова? Я не профессор, не учитель, ну, в общем, вы поняли. Так что, про что я? Я про вирус, да? В общем, лучше дела не становятся, так что что про него еще рассказывать? Лучше ужесточаются правила. Сейчас, по-моему, что ты там делаешь, струляешь, что ли? На работу ходят только те, кто, кто вот необходимо им ходить. То есть, раньше, если у нас работали строители, еще кто-то, что сейчас, мне кажется, что строителям запретили ходить на работу. В общем, да, скорее бы все это закончилось. Встанешь утром, у нас 12 часов обычно говорят про то, про него, про вирус, сколько выросло, сколько не выросло. Вот мне так хочется встать, и там говорят, на сегодняшний день число заболевших на 5000 человек меньше, чем вчера. О, у меня такой камень с души упадет, наверное. Живить. А, я сейчас пойду хлопать в ладоши. Время к 8 подходит. И завтра, наверное, буду печь вот хлеб тостовый. Хочу попробовать. Кексик у нас, вот он, в полном составе. Мы по кусочку съели сегодня, и хватит. Харе. В общем, такие вот дела домашние. Да. Как всегда, 8 вечера. Сегодня как-то слабенько. Бульон готов. Он нереально вкусно пахнет. Прям просто ухой. Прям такой вкус. Так что, все. Я уже пойду купаться. С вами буду прощаться до завтра. Всего вам самого на лучшего. Не болейте. Сидите дома. И никого не заражайте. И не заражайтесь. И не заражайтесь.